Всех приветствую! Меня зовут Горбунова Кристина, и у нас с вами начинается, на мой взгляд, самый интересный курс. Мы с вами начнем придумывать собственные картинки, сказочные, красивые, интересные, и будем выполнять их таким материалом, как тушь. Я думаю, что вам понравится, я надеюсь, я даже уверена в этом, потому что тушь, она позволяет делать такие эффекты, которые характерны для самых таких классических иллюстраций, книжных иллюстраций, конечно же. Ну что, давайте сегодняшнее видео посвятим знакомству с этим материалом более глубоко. Я вам покажу, как мы делаем заливки, как мы делаем штрихи, какие есть возможности у этого материала. Ну что, давайте приступать! Итак, давайте посмотрим, что у меня вообще есть. Во-первых, это лист бумаги. Лист бумаги нам нужен для туши достаточно плотный, потому что на обычных листах формата А4, например, которые мы используем для принтера, можно рисовать какие-то наброски, но заливками там пользоваться нельзя. Это только линейный рисунок идет. Например, вы где-нибудь сидите в парке или в центре города и пытаетесь делать зарисовки тушью, то, в принципе, можно использовать вот такую бумагу тоненькую, когда вы только, например, пером рисуете. Когда же вы хотите сделать заливку красивую, сделать различные полутона, то лучше использовать плотную бумагу как госзнак. Ну, конечно, чем плотнее, тем лучше. И еще особенный у нее должен быть эффект. Она должна быть очень гладкая. Существует, конечно же, большое количество бумаги для туши. Стоит она очень дорого. Я вот недавно заходила в один магазин, смотрела, сколько она стоит. В общем, пока я решила ограничиться бумагой госзнак для черчения. Ну, в общем, это любая папка для черчения. Единственное, смотрите по плотности. Чем плотнее она будет, тем лучше. Вот. И, в принципе, не надо пока дорогую брать, потому что мы же учимся. Следующее, что нам понадобится, это перо. У меня оно уже старое, пристарое. Тут даже написано, сколько это стоило. Вон там копейки. Вот. Оно мне еще досталось от родителей. В общем, само перо уже туда просто въелось, поэтому я пишу, рисую только им. Ну, это тоненькое перышко. Мне оно подходит. У меня еще дома есть большой арсенал разных других перьев с другими держателями. Ну, мне как-то нравится вот этот. Не знаю, почему. Дальше у меня кисточка вот такая вот. Гамма производитель. Шестой номер. Галерея тут написано. Она тоненькая. Это синтетика. Так как мы будем делать заливки, то нам нужна будет вот такая кисточка. Можно взять потолще, можно потоньше. Я просто уже приноровилась сделать такой кисточкой, но можно взять потолще. Можно даже белку использовать. В принципе, когда мы пишем акварелью, мы же белку используем, поэтому, в принципе, можно и белку. Дальше для того, чтобы делать заливки, нам понадобится палитра. Она у меня уже тоже, видите, какая уже бывалая. Вот это все от туши осталось. Вода для того, чтобы делать разные тональности. И сама тушь. У меня это тушь Кох и Нор. Вообще, у нас на рынке существует большое количество. Она одна из самых дешевых и доступных, и при этом у нее достаточно плотный цвет. Есть еще гаммовская тушь. Она мне совершенно не нравится. Раньше, когда я училась в институте, они были хорошие производители. И тушь у них была такая насыщенная, прям такая черная практически. Сейчас это у них просто такая темненькая водичка. В общем, вот Кох и Нор у них там много достаточно оттенков. Я беру всегда черный. Сейчас я вам покажу. Она у меня уже тоже такая. Вот она состоит из вот такой крышечки. Вот сама она тушь такая вот. Единственный минус вот этой туши, она на водной основе, поэтому она очень быстро портится ее. Я вообще советую вам хранить в каком-нибудь холодном месте. То есть вы поработали, слили с крышечки тушь, закрыли и убрали, например, в холодильник. Или поставили куда-нибудь на окошко, где, ну вот у меня, например, в квартире есть одно окно. Оно практически не освещается солнцем, потому что теневая сторона. Но там всегда прохладно. Вот. И у меня стоит там. Она очень быстро портится. Если вы пойдете в магазин, то постарайтесь прямо в магазине открыть и понюхать. По запаху вы поймете, испортилась она или нет. Потому что если она уже испортилась, то лучше ее не брать. У меня пока еще жива. Вот. Есть еще у меня тушь дорогая. Вот такая вот она называется Кандагар. Вот. Производство Великобритании. Да. Бергшир. Но она дорогая. И ее, вот например, на заливке мне ее жалко, если честно. Она стоит в районе 400 рублей. И мне ее жалко использовать для заливок. Поэтому она у меня только для каких-то мелких деталей. Для, например, если мне нужно сделать глубокий черный цвет, когда я рисую, например, котика где-нибудь вдалеке. Или сделать очень черные окна. В общем, я ее использую уже в таких случаях. Так, ну что, давайте теперь я вам покажу, как пользоваться пером и как пользоваться кисточкой. Итак, наливаем немножко туши в крышечку. Мы должны вот таким образом помакать перо в крышечку. Смотрите, как я держу. Вот эта вот выемка, которая находится вот с одной стороны пера, она должна оказаться внизу. Соответственно, капелька туши тоже оказывается у нас внизу. И пишем мы как ручкой. Когда тушь заканчивается, или например, она засыхает. Вообще замечательная штука. Даже если вы не хотите делать заливку, все равно вам нужен будет стаканчик с водой. Для чего? Потому что, вот, например, вы что-то сделали, там нарисовали какие-то элементы, камушки, например. Так. И дальше вы ничего не будете делать. Вам нужно отложить перо. Что мы делаем? Мы промываем его в водичке. Булькаем. Потом берем салфетку. Салфетка тоже должна быть обязательно с вами всегда. И вот так насухо протираем. Если не протереть насухо, то, возможно, перышко станет ржавым, тушь там засохнет, ее потом будет невозможно убрать. И если вы вот так сделаете, то в следующий раз, когда вам уже понадобится опять делать что-нибудь пером, вы с легкостью наберете еще туши и будете дальше работать. Теперь, что касается кисточки. Тут тоже все достаточно просто. Вот мы набираем на кисточку. И вот у нас кисточка рисует. Причем эффектов можно делать достаточно много. Вот как эффект сухой кисти, то есть это какие-то непрокрашенные элементы, так и, например, мы можем сделать какое-то пятно. Ну что, вот мы с вами познакомились с заливками, с различными штрихами, с пятнами. И я вам предлагаю вот что сделать. Потренироваться. Вот у нас первое такое вводное будет занятие. И мы будем тренироваться. Вот вы можете взять целый лист формата А3, который вам совершенно не жалко. Тут неважно, какая бумага по качеству. Ну вот найдете какой-нибудь лист, который вам не жалко. Сделайте там несколько квадратиков. Ну, там, допустим, размера 5-6 сантиметров. И попробуйте сначала залить один квадратик плавно, например, одной тональностью. Потом сделать в этом же, в другом квадратике, плавный переход от цвета к тени. Вот почувствуйте этот материал. В следующем квадратике сделайте штрихи. Можно сделать штрихи как кисточкой, так и нашим пером. Попробуйте, ну, вот этот материал почувствовать, как бы проникнуться им. Вот чтобы у вас уже не было отторжения от этого материала. Потому что все равно же мы уже с вами привыкли карандашами работать и маслом писать. А вот тушь, он такой достаточно, хоть он уже и старый такой материал, да, но для нас он в новинку. Ну что, удачи вам и увидимся с вами уже на следующем занятии. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова